Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня вторник, уже 20 октября. Как всегда, новый день встречаем вместе. Это программа «Утренний фреш» и я, ее ведущая Влада Васильева. И в этом выпуске я расскажу о некоторых культурных событиях областного центра и познакомлю с другой полезной информацией. Не переключайтесь! Сегодня на территории Гомельской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит 10 градусов тепла. Ветер западного направления скоростью до 9 метров в секунду с порывами до 14. Каждый день хранит в себе важные и незабываемые события. Когда-то был изобретен автомобиль, а когда-то телефон. Важные исторические факты можно отыскать в каждой календарной дате. Ради любопытства и расширения кругозора. И специально для любознательных рассказываем, чем запомнилось 20 октября в истории. В 2004 году был учрежден замечательный праздник. И с тех пор, 20 октября, человечество отмечает Международный день повара. Инициатива празднования этого дня принадлежала Международной ассоциации кулинаров, которые справедливо решили иметь свой профессиональный праздник. Ведь кто, как ни они по праву, заслуживает такую честь. В этот день мы решили для вас, наши телезрители, показать вкуснейший рецепт турецкого блюда на завтрак. Мэни-мен – это традиционная турецкая яичница с помидорами. Именно ее чаще всего подают на завтрак в Турции. Поверьте, приготовив ее один раз, вы будете готовить ее всегда. Это очень вкусно, сытно и, самое главное, быстро. Посмотрим видеосюжет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас поговорим о выставках. В картинной галерее Гаврила Ващенко сегодня открытие интерактивной выставки «Дом великана». Вы окажетесь в пространстве, где все знакомые предметы увеличены в десятки раз. Диван с размером грузовик, тюбик зубной пасты размером с кровать, а в банку сгущенного молока легко забраться целиком. Не пропустите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Музей истории, печати и фотографии Гомельщины готовит к открытию выставку под названием «Музыка в объективе». Автор – любитель концертной фотографии Светлана Дедковская. Интерес к фото у автора с детства, но результативное увлечение этим направлением намечалось в 2013 году с концерта экс-солиста дуэта «Моделн Токинг» Томаса Андерса в городе Коблинц. Гости музея увидят снимки, сделанные на концертах в Минске, Москве, Санкт-Петербурге, а также в Германии. Автор всегда старается поймать эмоциональные моменты выступлений. В кадре Томас Андерс, Ани Вески и многие другие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тело человека – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. А первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. А по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на самые актуальные темы с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность приятным провести вечер всей семьей у телеэкрана. А сейчас поговорим о занимательных новостях. Пользователь YouTube поделился кадрами своего кота. Мужчина купил в дом новый матрас с пеной, который запоминает форму, и решил ее протестировать. В этот момент человека заметил котик. Любобытство животного взяло вверх, и он запрыгнул на матрас. Дальше произошло самое забавное. Этот материал ошарашил питомца, который не мог понять, что происходит. Он с задумчивым видом изучает свои лапы и следы, но когда те исчезают, удивляется еще больше. Забавный видеосюжет набрал 32 миллиона просмотров и большое количество комментариев. Бытует мнение, что у каждого человека в мире существует семь двойников. Об этом подумал фотограф Джерард Геттингс, который загорелся идеей найти людей и котов, которые будут практически идентичны. Для этого он сделал несколько снимков людей, а после нашел похожих котиков. И это получилось слишком хорошо. Мужчина рассказал, что очень долго проводил кастинг, но в итоге получились невероятные снимки. Они вызывают у всех теплые чувства, а некоторые кадры без труда заставят улыбнуться. Самый крупный ледник Турции в горной грязи Джило стала одним из любимых мест отдыха, жителей и гостей страны. В предгорьях Джило в юго-восточной провинции Хаккари расположены живописные долины, водопады и ледники. Здесь же находится вторая по высоте вершина Турции Улудорук, высота которой достигает 4135 метров. В этот район страны съезжаются не только туристы, но также альпинисты и фотографы. Решением президента страны Турции этот район включен в состав национального природного парка. Далее рубрика «Есть вопрос». В этом выпуске адвокат Наталья Тарасова расскажет о медиации для семейных споров. Новшества в законодательстве. Прежде всего я хотела бы напомнить, что медиация – это переговоры между конфликтующими или спорящими сторонами с участием независимого посредника медиатора с целью достижения взаимоприемлемого решения, то есть того решения, которое устроят обе стороны. Можно применять для разных видов гражданских споров медиацию, но можно сказать, что наиболее актуальна она в семейных спорах. Почему? Потому что это всегда эмоциональный конфликт, это всегда отношения. Медиация применяется у нас довольно давно, закон работает о медиации с 2014 года, и практика его применения вызвала необходимость внесения изменений. Вот какие изменения сейчас внесены в законодательство о медиации. С 1 июля при подаче заявления о расторжении брака либо в органы ЗАГС, либо в суд, заявителю или ИСУ будет разъясняться право его воспользоваться возможностью поучаствовать в информационной встрече с медиатором. Цель этой информационной встречи – рассказать, что такое медиация, и чтобы стороны определили для себя, подходит ли им такой способ разрешения их конфликта, их спора. Участие в такой информационной встрече является бесплатным. Поэтому стороны ничего не теряют, вместо того, чтобы идти в суд, воспользоваться возможностью информационной встречи с медиатором и попробовать разрешить конфликт без обращения в суд. Это был Утренний Фрэш. Пусть вас окружают только позитивно настроенные люди. И тогда ничто не сможет испортить ваше хорошее настроение. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова